Глубко уважаемые коллеги, прежде всего хочу напомнить вам, что болезнь сердечно-сосудистой системы продолжает оставаться глобальным бременем всего человечества во всем мире на всей планете. Это неудивительно, потому что еще по данным 2002 года сердечно-сосудистые заболевания составляли примерно одну треть от общей смертности населения, это в среднем. В то же время в странах с низким доходом эта смертность составляла 80%. К сожалению, у нас в Украине смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в последние годы составляет 63-65% от общей смертности всего населения. Это приводит именно к тому, что у нас в Украине, по сути дела, каждый один час умирает 53 человека, за один час только от сердечно-сосудистой патологии. И каждую минуту погибает один человек. То есть даже за то время, что мы проводим здесь с вами конференцию, если посчитать, какое количество больных погибло от сердечно-сосудистой патологии. Одной из ведущих причин, приводящих к высокой сердечно-сосудистой смертности, является, конечно, артериальная гипертензия. По сути дела, артериальная гипертензия в среднем, опять-таки, по всей планете составляет где-то 25% распространенностью среди всего взрослого населения. Однако уже в возрасте старше 65 лет каждый второй больной имеет артериальную гипертензию. И по существующим прогнозам наблюдается или предвидится дальнейшее нарастание артериальной гипертензии с возрастанием где-то к 2025 году до 29 миллионов человек процентов населения, а к 2030 году до 30% населения в среднем. Если учитывать, что имеются колебания в различных регионах от 19 до 40%, то вы представляете, что во многих регионах эта цифра станет значительно большей. Артериальная гипертензия, как уже звучало сегодня, оказывает весьма отрицательное влияние на продолжительность жизни наших пациентов. Обратите, пожалуйста, внимание, если взять обычного 35-летнего человека, у которого имеется артериальная гипертензия порядка всего лишь 150-100 миллиметров тутного столба, то по сравнению с таким же мужчиной, у которого артериальное давление составляет 120-80 миллиметров тутного столба, этот человек живет на 16,5 лет меньше, меньше по сравнению с людьми с нормальной артериальной гипертензией. Артериальная гипертензия сказывается и на увеличении смертности, причем по данным большого метаанализа было показано, что увеличение систолического давления на 20 миллиметров тутного столба, а диастолического всего лишь на 10 миллиметров тутного столба, то есть каждое увеличение приводит к увеличению частоты смертности от артериальной гипертензии в два раза, то есть идет как бы своеобразный рост геометрической прогрессии со значительным увеличением смертности по мере повышения артериального давления. Несомненно, смертность от артериальной гипертензии во многом определяется поражением органов мишеней, и все-таки единственным, хотя когда-то говорят о том, хотя классики нашей кардиологии говорят о том, что мы в общем-то не справляемся с артериальной гипертензией, что артериальная гипертензия побеждает нас, врачей, тем не менее все-таки снижение артериального давления приводит к тому, что уменьшается риск острого карданного синдрома, в том числе инфаркта миокарда на 25%, риск инсультов на 40%, и темп снижения клубочковой фильтрации уменьшается в 3-6 раз. То есть мы должны достигнуть этого снижения артериального давления, какой ценой, каким образом. Наверное, о важности этого положения свидетельствует и то, что, пожалуй, рекомендации по лечению артериальной гипертензии меняются, может быть, чаще, чем рекомендации по лечению другой патологии. Мы все с вами помним рекомендации 2003 года, затем вдруг появляются рекомендации 2007 года, и совсем недавно, в июле 2009 года, прозвучали дополнения к рекомендациям 2007 года. Что же говорят нам эти рекомендации? Об этом сегодня уже говорилось, но, вероятно, об этом можно говорить еще и еще раз, потому что старые представления о так называемом целевом давлении, они несколько подвергаются пересмотру. По сути дела, для популяции остаются прежними цифры целевого артериального давления, то есть давлением в пределах 140, ниже 140, 90 мм тутного столба. Для больных с диабетом рекомендовалось в 2007 году давление ниже 130, 80 мм тутного столба, однако уже в дополнение к 2009 году эта цифра приравнивается к той же общей цифре популяции 140, 90 мм тутного столба. Однако для пациентов высокого риска, все-таки в том числе больных с тяжелой ишемической болезнью сердца, перенесших инфаркт миокарда, контроль артериального давления должен быть более жестким, ниже 130, 80 мм тутного столба. Ниже. Но насколько ниже? И вот в рекомендациях 2009 года, как уже сегодня говорила профессор Шрищенко, было отмечено, что снижение артериального давления ниже 120-70 мм тутного столба приводит к увеличению числа осложнений артериальной гипертензии, к увеличению числа инсультов, инфарктов миокарда. То есть это говорит о том, что, вероятно, все-таки резкое снижение артериального давления приводит к ухудшению перфузии органов и, следовательно, к возникновению поражения органов в мишени. Это целевое давление. Так ли часто мы достигаем этого целевого давления? Даже в высокоразвитых странах, даже в такой стране, как Великобритания, достигается целевой уровень давления всего лишь 6%. По сути дела, наилучшие результаты, которые были получены в разных странах Европы, это результаты, равные, по сути дела, 32%. То есть только у одной трети больных, и то в лучших случаях, достигается целевое давление. По-прежнему в дополнение к рекомендациям также звучат те же самые препараты. Препараты-ингибиторы ангиотензин, превращающие ферменты, блокаторы рецепторов ангиотензина-2, антагонисты кальция, диуретики и, может быть, переместились на последний план бета-адреноблокаторы. Очень сложно говорить о том, какие препараты лучше, какие хуже, потому что каждый из классов антигипертензивных препаратов имеют свои положительные и свои отрицательные особенности. Именно поэтому в последних рекомендациях даже не рекомендуется не выделять, разделять эти классы антигипертензивных препаратов на препараты 1, 2 и 3 класса, и дается право более свободного выбора врачам при назначении того или иного класса антигипертензивных препаратов с учетом все-таки индивидуальных особенностей каждого пациента, несмотря на принятые и рекомендуемые стандарты лечения. Как бы там ни было последней рекомендации, и в общем-то в клинической практике мы замечаем, что все чаще и чаще все-таки монотерапия бета-блокаторами, монотерапия диуретиками, она отходит на задний план и на первое место выдвигаются препараты, блокирующие на разных уровнях ренин-ангиотензиновую систему. Это неудивительно, потому что все-таки при всей многофакторности патогенеза артериальной гипертензии, при роли различных прессорных и депрессорных факторов, при нарушении функций эндотелия, при роли воспалительных механизмов, при значении инсулино-резистентности, как бы там ни было, при значении всех этих факторов, ведущие значения в большинстве случаев у больных гипертонической болезнью, имеет, играет, имеет все-таки ренин-ангиотензиновая система, ее активация. Это и понятно. Понятно, потому что ангиотензин-2, этот, так сказать, менеджер, ренин-ангиотензиновой системы, это вещество, которое обладает многочисленными свойствами. Это не только повышение артериального давления, это не только непосредственно вазоконстрикторный эффект этого вещества, это и активация выброса альгостерона, это и увеличение, в освобождение норадреналина, это и гипертрофия сосудистой стенки с ее последующим ремоделированием, это и гипертрофия миокарда, причем не всегда зависимая от степени артериальной гипертензии, это и поражение почек, которое сводится к констрикции фарентных артеил, к констрикции мезингиальных клеток, это и поражение мозга, приводящее к увеличению так называемой психогенной полидепсии, увеличением объема циркулирующей жидкости и увеличению содержания натрия, то есть появлению так называемой объемозависимой артериальной гипертензии. Это гипертензивный механизм ангиотензина-2, но оказывается ангиотензин-2, это также обладает многочисленными различными механизмами, это и влияние на эндотелий, то есть возникает эндотелиальная дисфункция в результате нарушения синтеза, эносинтазы, это и явление воспаления, то есть это адгезия молекул, это увеличение провоспалительных цитокинов и туморникротического фактора, и интралекина-6, это и активация перекисного окисления липидов, это и тромбообразование, это и повышение пролиферации фиброзной ткани, это и инсулинорезистентность, то есть вы видите, какие многочисленные функции выполняет ангиотензин-2, и поэтому вполне понятно, что при назначении препаратов, блокирующих эту систему, мы можем достигнуть не только антигипертензивного эффекта, но мы можем достигнуть также и других эффектов, которые играют немалую роль не просто в становлении и прогрессировании артериальной гипертензии, но и прежде всего играют огромную роль в поражении органов мишеней. Благода неблагоприятных эффектов ангиотензина-2, вам прекрасно это известно, может осуществляться на разных этапах, это прежде всего на блокировании образования ангиотензина-2 из ангиотензина-1, где прекрасно работают ингибиторы АПФ, но это не прекращает влияние ренин ангиотензиновой системы, особенно в органах мишених, потому что именно в органах мишених, и в мозге, и в миокарде, и особенно в почке, очень велико значение тканевой ренин ангиотензиновой системы, и поэтому, то есть именно той системы, на которой, к сожалению, ингибиторы АПФ, как правило, не действуют. Сегодня уже говорилось о том, что существует несколько видов рецепторов к ангиотензину-2. Изучены наиболее 4 вида рецепторов, особенно большие значения, особенные значения имеют АТ-1 и АТ-2 рецепторы. Эффект АТ-4 рецепторов в такой-то мере повторяет эффект АТ-2 рецепторов, эффект АТ-3, и новых, которые уже открыты, новых рецепторов, пока еще изучен недостаточно. Я хочу обратить ваше внимание на абсолютно противоположные действия этих двух рецепторов, потому что, выбирая препараты, блокирующие эти рецепторы, рецепторы к ангиотензину-2, желательно все-таки выбирать не просто блокаторы рецепторов ангиотензина-2, а те блокаторы, которые осуществляют эту блокаду селективно, которые угнетают именно АТ-1 рецепторов с их отрицательными эффектами, с вазоконстрикцией, с оксидативным стрессом, увеличением реабсорбции натрия, с эндотелиальной дисфункцией, с процессами воспаления, с выраженной пролиферацией, и в то же время те препараты, которые параллельно, относительно или абсолютно активируют АТ-2 рецепторы, приводя к вазодиетации, к снижению реабсорбции натрия, к снижению воспаления, к уменьшению пролиферации и роста клеток. Именно такими препаратами и является, собственно говоря, большинство зарегистрированных у нас в Украине блокаторов рецепторов ангиотензина-2. Проведенные еще в различные годы исследования показали, что ингибиторы ангиотензин, превращающие ферменты, оказывают, по сути дела, положительное влияние на всех этапах сердечно-сосудистого континуума, начиная с воздействия на факторы риска, на процессы гипертрофии левого желудочка, на возникновение инфаркта миокарда, на развитие сердечной недостаточности, на развитие конечной стадии заболевания сосудов. Несомненно, эти препараты сделали определенную революцию в кардиологии. Однако, следует все-таки помнить, что ингибиторы ангиотензин, превращающие ферменты, имеют определенные возможности, пределы возможностей. Прежде всего, где-то около 15-20% пациентов вообще не поддаются лечению ингибиторами АПФ. Об этом надо помнить. То есть примерно 1,5 пациентов не поддаются назначению, не поддаются применению ингибиторов АПФ. И, как я уже говорила, кроме АПФ-пути, имеются еще другие, еще тканевая ренин-ангиотензиновая система, которая совершенно не лечится, вернее, активация которой совершенно не уменьшается под влиянием ингибиторов АПФ. И вот именно все это и привело к созданию относительно нового, относительно нового класса препаратов, который долгое время применялся только как альтернатива ингибиторам АПФ при появлении кашля. И только, по сути дела, с 2003 года он получает по-настоящему самостоятельное применение как равноправный, полноценный класс антигипертензивных препаратов. Блокаторы рецепторов ангиотензина-2, различные блокаторы, изучались в связи с различными поводами. Это и наличие сердечной недостаточности, это и постинфарктные состояния, и получались положительные результаты. Здесь приведены основные исследования. Это вообще сердечно-сосудистые заболевания, в том числе и гипертония, то есть вот видите, исследования ВЭЛЭ, ЛЛАЙФ, исследования Антаргет, о которых сегодня уже говорили. Это и заболевания почек. Сейчас проводятся еще не законченные специальные исследования по, во-первых, по сердечно-сосудистым точкам, исследования омега-стадий, проводятся исследования по сахарному диабету и возможности предотвращения появления микроальгуменрии у больных с сахарным диабетом, как первого, так и второго типа, исследования РОДМАП. То есть проводятся ряд исследований, которые с каждым разом все больше и больше подчеркивают, что ингибиторы, что блокаторы рецепторов амьотензина-2 имеют полное право занимать такое же место, как и другие антигипертензивные препараты. У нас в Украине механизм антигипертензивного действия блокаторов рецепторов амьотензина-2, он достаточно также полиморфен. Это прежде всего ингибирование прямого вазоконстрикторного действия путем действия НАТО-1 рецепторов, но это и снижение активности симпатической нервной системы, уменьшение образования норадреналина, это снижение канальцевой реабсорбции натрия, снижение выработки альдостерона, снижение активности ленино-ангиотензивной системы в мозге и в почках, это антипролиферативные действия, то есть это действия, которые обусловлены, я еще раз подчеркиваю, преимущественно селективным влиянием на АТО-1 рецепторов и относительным усилением влияния АТО-2 рецепторов. У нас в Украине зарегистрировано на данное время 7 блокадров рецепторов к ангиотензину-2. По сути дела в основе каждого из них лежит то сартановое кольцо, которое лежало в основе первого локатора рецепторов лозартана. Как видите, вот некоторые различия в боковой цепи, некоторые различия в химическом строении этих препаратов приводят к определенным, хотя и небольшим различиям при сохранении единого классового эффекта, но тем не менее приводят к определенным различиям также и в механизме их действия и их фармакологических особенностях. Для нас, для наших пациентов очень важна частота приема препарата, который, как вы прекрасно понимаете, определяется периодом полувоведения препарата из организма. Так вот, наиболее длительным периодом полувоведения блокадров, рецепторов ангиотензина-2 из организма обладает такие препараты, как полмесартам, ирбесартам и телмесартам. Я бы хотела сегодня остановиться на препарате, который, по сути дела, зарегистрирован в Украине совсем недавно, хотя исследования по этому препарату, международные исследования с включением украинских центров проводились уже 5-6 и далее более лет тому назад. Это препарат полмесартам. Каковы же особенности фармакологического эффекта, особенности фармакогенетики, фармакодинамики этого препарата, которые определяют определенные отличия, индивидуальные отличия этого препарата в целом классе сартанов. Прежде всего, надо помнить, что олмесартан это все-таки про лекарство, которое достаточно быстро гидролизуется в тяжелудочно-кишечном тракте, превращаясь в лекарство. Хочу обратить ваше внимание на то, что препарат выводится на 40% почками и на 60% метаболизируется в печени, метаболизируется в печени и выводится скалом. Именно вот такое разноплановое выведение препарата дает нам возможность назначать его даже при начальной почечной или начальной печеночной недостаточности, поскольку имеется возможность взаимовыведения другим путем избытка этого препарата. это очень важно. Кроме того, в отличие от других сортанов, у олами сортана довольно быстро достигается достаточная концентрация, среднее максимальное значение в плазме крови уже через два часа. То есть, это препарат, который может начинать действовать довольно быстро, хотя сохраняется это действие достаточно долго и препарат применяется один раз в день. Как все препараты сортаны и как ингибиторы АПФ большинство ингибиторов действие олмы сортана увеличивается при длительном применении. Как правило, уже достаточный пик концентрации достигается через две недели, но наиболее эффективное его действие проявляется где-то через восемь недель. Но мы понимаем, что это препарат не купирования гипертонического криза, а это препарат именно тот, который способствует постепенному плавному снижению артериального давления. Очень важным с практической точки зрения является то, что прием пищи не влияет на эффективность этого препарата. Ведь очень многие наши больные артериальной гипертензии это больные старше 65 лет, которые порой забывают о том, что нужно принять таблетку и забывают о том, когда ее принимать до еды, после еды, во время еды. Так вот, здесь прием пищи не сказывается на эффективности этого препарата. В Украине сейчас этот препарат зарегистрирован под названием кардосал. Кардосал. Оценка кардосала при длительном применении показала, что все-таки наибольший эффект возникает, если препарат применяется в течение 6 и особенно 12 месяцев, то есть происходит снижение как систодиастолического, так и систолического артериального давления, и чем дольше мы его применяем, тем лучше получаем результат. При этом снижение артериального давления у Олми-сартана по ряду отдельных исследований не сопровождается повышением уровня ангиотензина-2, что характерно для других сартанов. И, следовательно, быстрый отмен препарата, если вдруг быстрая отмена препарата не приведет к возникновению синдрома рикошета, к возникновению гипертонического криза. Было показано, что препарат, в общем-то, является, эффект препарата является дозозависимым. И малые дозы препарата, которые назначались в начале при проведении многоцентровых исследований, они оказались не совсем эффективными. Поэтому нужно назначать как минимум 20 мг, 40 мг при тяжелой артериальной гипертензии. А вот дальнейшее увеличение дозы, как вы видите, вряд ли целесообразно, потому что и при дозе 40 мг, и при дозе 80 мг степень снижения как диастолического, так и систолического давления оказалась одинаковой. Поэтому, вероятно, нет смысла увеличивать дозу более 40 мг. Были проведены сравнительные исследования с другими антигипертензивными препаратами, ведь еще давно в исследовании ход было показано, что в общем-то антигипертензивный эффект большинства препаратов одинаков. Так вот и здесь при сравнении с бета-блокаторами, с антагонистами кальция, с кафтаприлом, другими сортанами было показано, что, во-первых, применение олмесартана, кардосала, по сути дела, не уступает ни в чем, а в чем-то, может быть, несколько, хотя и недостоверно, превышает эффективность атеналола, который вот только что Юрий Николаевич говорит, что это, допустим, плохой бета-адреноблокатор. Допустим, при сопоставлении с антагонистами кальция, которые никто не назовет плохими антигипертензивными препаратами, не дигидроперидинными антагонистами кальция, и фелодипином, и нитриндипином, и амлодипином, было показано, что олмесартан обладает аналогичным антигипертензивным эффектом. Оказалось, что олмесартан достоверно превышает как по влиянию на систолическое, так и по влиянию на диастолическое давление каптаприл, и по степени снижения артериального давления, и по числу пациентов, ответивших на терапию, то есть достигших целевого артериального давления, что он в чем-то может быть достоверно, хотя и в меньшей степени, чем по сравнению с каптаприлом, оказался более эффективным в антигипертензивном отношении по сравнению с лозартаном, опять-таки и по степени снижения и по числу пациентов, ответивших на лечение, что он не уступал другим, не вальсартану, не ирбальсартану, по сути дела, по степени снижения артериального давления и по ответу на это, и по ответу. Оказалось, что доза кардосала олмесартана в 20 мг, то есть та доза, которая является достаточно эффективной при артериальной гипертензии 1 и 2 степени, при умеренном риске, кардиоваскулярном риске, она идентична 16 мг кандосартана, 100 мг лосартана, вы видите, достаточно нормальные, обычные дозы, 150 мг ирбесартана, 800 мг эпресартана, то есть эта доза 20 мг, она идентична тем дозам, которые обычно мы применяем при назначении того или другого сартана. При дозе в 40 мг, естественно, эффективность, как мы уже видели, по слайду увеличивается. Таким образом, олмесартан имеет выраженную антигипертензивную эффективность, а так, при оценке суточного профиля артериального давления, было отмечено, что олмесартан в большей степени, чем другие сартаны, снижает утренний подъем артериального давления и более плавно контролирует артериальное давление в течение суток. По сути дела, влияние олмесартана на артериальное давление, влияние его непосредственно на эффекты ангиотензина-2 приводит не только к снижению артериального давления, приводит также к уменьшению гипертрофии левого желудочка, приводит к уменьшению коронарных событий, является основанием для назначения его при профилактике и лечении сердечной недостаточности, новым показанием для блокаторов в раз является мерцательная аритмия, и вот продолжающее исследование должно выяснить окончательно определение отношений между сердечно-сосудистыми конечными точками и достижением целевых уровней артериального давления под влиянием олмесартана. Когда мы говорим о оле утреннего подъема артериального давления, мы всегда понимаем, что это прежде всего снижение этой величины утреннего подъема является своеобразной профилактикой инсульта. Однако исследовательно олмесартан, который снижает в большей степени, чем другие сортаны, имеет определенные преимущества в этом плане. Однако в проведенных исследованиях было показано, что олмесартан обладает противовоспалительным эффектом, уменьшает уровень зареактивного белка и провоспалительных цитокинов. Олмесартан способствует уменьшению патологического ремоделирования сосудов, уменьшает толщину интима медиа, уменьшает объем атеросклеротических бляшек, то есть, по сути дела, препарат обладает наряду с антигипертензивным эффектом, также положительным влиянием на процессы атеросклероза и сердечно-сосудистый риск. Кроме того, уменьшая гипертрофию миокарда левого желудочка, предотвращая дилетацию левого предсердия, он способствует профилактике мерцательной ритмии, он улучшает функции эндотелия, ведь это очень важно при выборе препарата, как только что говорил Юрий Николаевич, он обладает также прямой нейропротекцией, которая опосредована действием антигипетензина-2 через АТ2-рецепторы. Весьма существенна роль антигипетензина-2 в поражении почек. Это прежде всего констрикция эферентных артериол, которая приводит к возникновению внутриклубочковой гипертензии, к возникновению, повышению внутриклубочкового давления, к выходу белка, к развитию интерсоциального фиброза, к поражению почек, к развитию нефросклероза, то есть привычно сморщенной почки с развитием хронической почты недостаточности. В исследовании РОДМАП было показано, что Олмесартан у больных с сахарным диабетом 2 типа, у которых очень нередко развивается диабетическая нефропатия, наблюдается под влиянием Олмесартана уменьшение развития микроальвумиуреи, которое является одним из прогностических критериев сердечно-сосудистых осложнений. Происходило также достоверное снижение резистентности сатудок почек, увеличение почной перфузии и уменьшение оксидативного стресса, в связи с чем в общем и целом уменьшалась, вернее, снижалась микроальвумиурея, улучшалась клубочковая фильтрация, откладывались сроки наступления почной недостаточности. Сегодня уже говорили о роли метаболического синдрома, о роли инсулинорезистентности, возникновение которых наряду с генетическими факторами, факторами окружающей среды, большое значение имеет также активация ренин-ангиотензиновой системы. И поэтому применение сартана, в частности Олмесартана, оказывающего влияние, и, вернее, блокирующее именно влияние ангиотензина-2, способствует снижению инсулинорезистентности, влияет на гипертриглицетеремию, как один из важных факторов инсулинорезистентности. По сути дела, антигипертензивные препараты, прежде всего сартаны, являются теми препаратами, которые уменьшают риск развития и прогрессирования сахарного диабета не меньше, чем антагонисты кальция. Благодаря всем этим положительным эффектам, которые оказывают сартаны вообще, и Олмесартан в частности, было показано, что именно для Олмесартана характерно то, что при длительном пятилетнем исследовании было показано, что в расчете на 100 тысяч пациентов он снижает сердечно-сосудистую смертность на 131 человек по сравнению с Лозартаном, на 100 по сравнению с Валсартаном и на 27 по сравнению с Ербасартаном. Однако, соответственно, с последними рекомендациями, рекомендациями Общества партериальной гипертензии и Европейского общества кардиологов, рекомендациями Американского общества ассоциации кардиологов, нашим украинским рекомендациям 2008 года, Ведущей в терапии артериальной гипертензии, особенно у больных с высоким и очень высоким риском, является, конечно, комбинированная терапия. И вот создан такой комбинированный препарат, соединение олмерсартана, кардосала с гидрохлортиазидом, который, в общем-то, так называемый кардосал плюс, который оказывает более выраженное, более эффективное действие, причем, опять-таки, дозозависимое действие, способствуя увеличению процента ответивших на назначение терапии. Причем, при сравнении с другими сортанами, которые также комбинировались с гидрохлортиазидом, вы видите, все эти комбинации для этого класса, общее повышение эффективности, то есть, присоединение гидрохлортиазида способствует повышению эффективности всех сортанов, в том числе и олмерсартана. В двух из исследований, одно из которых проводится в России, было показано, что комбинация олмерсартана возможна не только с гидрохлортиазидом, а была возможна также и с антагонистами кальция. Сегодня вот уже Екатерина Николаевна говорила о такой комбинированной терапии ингибитора АПФ и антагониста кальция. То же самое, те же самые положительные свойства можно отнести к комбинации с блокадами рецепторов, в том числе и с олмерсартана. Даже предложен был такой алгоритм лечения, когда у больных с умеренной гипертонией, то есть, у больных с низким и умеренным риском, начинается с незначения олмерсартана в дозе 20 мг, затем при неэффективности добавляется гидрохлортиазид, то есть, дается алмерсартан кардосал плюс, затем большая доза гипотиазида, и если это не оказывает эффективность, то тогда добавляется амлодипин, то есть, антагонист кальция. Причем было отмечено, что независимо от степени артериальной гипертензии и при минимальной степени, и при умеренной, и при высокой степени, эффективность явно повышается при добавлении гидрохлортиазида, при увеличении его дозы, а в особенно тяжелых случаев при добавлении антагонистов кальция. Таким образом, этот комбинированный препарат оказывает дополнительный антигипертензийный эффект, повышает количество пациентов, ответивших на лечение, и увеличивает приверженность к лечению, потому что вы понимаете, назначение препарата, однократное назначение препарата, всегда приемлемо для больных, всегда создается определенный комплаенс. Каковы же показания для Олмесартана? Для Олмесартана показания, в принципе, наверное, те же для любых сартанов. Это артериальная гипертензия любой степени тяжести, это метаболический синдром, это субклинические и клинические поражения органов мишени, то есть гипертрофия миокарда, поражение ремоделирования артерий, это увеличение содержания креатинина, снижение глубочкой фильтрации, это поражение головного мозга, это и транзиторные ишемические атаки, перенесенные инсульты. И вы уже видели, я пропустила этот слайд, потому что он уже звучал сегодня аналогичный, что именно блокаторы рецепторов ангиотензина-2 выходят на первое место по предупреждению инсультов, оттесняя на третье место ингибиторы АПФ, второе место занимают антагонисты кальция. Говоря об эффективности того или другого препарата, надо всегда помнить, что его оборотной стороной медали является его безопасность. Оказалось, что сортаны в сравнении с другими классами препаратов обладают наименее выраженными побочными явлениями. Как видите, частота побочных явлений реакции при приеме ОЛМИ сортана, по сути дела, она равна частоте побочных реакций при приеме плацебо. Причем очень интересно, что если отмечается доза зависимости в положительном эффекте, то этой дозы зависимости в отрицательном эффекте, по сути дела, нет. Потому что вы видите, различные проявления наблюдаются при различных дозах и нет этой зависимости. Так вот, возникает вопрос, когда же применять сортаны, когда применять ингибиторы АПФ? Еще в 1990-х годах я уже говорила о том, что сортаны надо применять тогда, когда ингибиторы АПФ больной не переносит. То есть это как бы своеобразная альтернатива при непереносимости ингибиторов АПФ. Однако, вот уже в рекомендации 2007-2009 года говорится о необходимости более широкого применения этой группы препаратов. То есть они занимают такие же, они имеют практически такие же показания, как ингибиторы АПФ. Вот это видно, вы видите, сопоставляя почти один в один, за исключением кашля, наличие которого является именно дополнительным показанием к назначению влогаторов рецепторов АМГТНЗИНА-2. Однако, все-таки я бы хотела обратить ваше внимание на то, что если у вашего больного, есть угроза церебровоскулярных осложнений, если у вашего больного возникает поражение почек, то все-таки сортаны, и в том числе и Олмесортан, но как бы то ни было сортаны, имеют некоторые определенные преимущества. Это не значит, что не надо назначать ингибиторы, но все-таки если назначать, то лучше назначать препарат, который имеет большие шансы оказать положительный эффект в данном случае. Таким образом, Олмесортан показал себя как более эффективный препарат для снижения офисного и дневного диастолического и систолического давления по сравнению с другими блокадами рецепторов АМГТНЗИНА-2. Олмесортан уменьшает частоту возникновения сердечно-сосудистых осложнений, а Олмесортан, как и другие сортаны, может найти и должен найти применение при диабетической. И что очень важно, что еще полностью не доказывает для ингибиторов, при недиабетической нефропатии и обладая хорошим профилем переносимости, Олмесортан потенциально обеспечит высокую приверженность пациентов к лечению и минимальный риск прерывания приема препарата, следовая то, что не так часто встречается при лечении наших больных. Благодарю вас.